Книга «Открытым оком». Том 8. Тема «Вера. Вопрос 2165». «Мы привыкли, что святые очень кроткие, и с ними так просто было жить. Так ли это?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Они были люди, и некоторые живыми сохранились даже в монашестве и в святительстве. Встречаются такие биографии святых, с которыми жить было опасно. Они сели вокруг себя смерть и наказание. Может быть, нам таких не хватает на этот бедлам патриархийный, чтобы он укоротил взорвавшихся? Деяние 5 глава 9 стих. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Филиппийцам 2.12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Иона Митрополит Московский. День памяти. 31 марта. Кавычки открыты. Святой Иона сподобился получить от Бога дар чудотворения, исцелять недуги и предсказывать будущее. Так молитвой своею он воздвиг саудра болезни дочи великого князя, бывшую при смерти. Видя это чудо, один неверный по наущению дьявольскому, стал говорить святому, что великая княжна исцелилась от болезни не по его молитве, а что болезнь прошла сама по себе. Тогда блаженный Иона, призывав человека того, поучал его не хулить благодать святаго духа и говорил ему, сын мой, не сомневайся ни в чем, ибо Евангелие от Луки 18 глава 27 стих «невозможное человеком возможно Богу». Кавычки закрыты. Бог даровал жизнь от Ираковицы по вере, а главное надежде ее державных родителей. Но тот не поверил святому и начал произносить еще более хольные слова. Тогда святой Иона сказал ему, кавычки открыты, «пусть свяжется язык твой, пусть заградятся хольные уста твои, вместо той девицы, бывшей при смерти, умрешь ты». Кавычки закрыты. И тотчас богохольник упал на землю безгласным, отнялся язык его, он только поводил глазами и через несколько времени испустил дух свой за то, что осмелился хулить дар святаго духа, находящийся в том великом святителе. У святого митрополита был один инок по имени Пимен, заведавший погребом, которому поручено было поить приходящих немощных нищих. Однажды пришла к нему убогая вдова и просила его дать ей немного меду вследствие ее болезни. Но инок тот со злобою сказал ей, кавычки открыты, «уйди, теперь еще не время давать пить», кавычки закрыты. Вдова ушла со скорби, узнав о том, святитель Божий призвал Пимена и сказал ему, кавычки открыты, «брат, не знаешь, какую оскорбил ты вдову, она угодница Божия, за это Бог наказывает тебя смертью. Пойди, покайся в грехах своих, так как настало время тебе умереть», кавычки закрыты. И повелел святой Иоанну духовнику своему постричь Пимена в схему. И в самый день пострижения он скончался по слову святителя Божия. В другой раз святой дал одному из послушников своих много денег для раздачи бедным, но тот часть денег раздал, а часть утаил себе. Случилось, что однажды пришла к святому бедная вдова с жалобою на послушника и говорила, кавычки открыты, «святитель Божий, твой послушник ничего не дал мне из завещанных тобою денег», кавычки закрыты. Светитель, призвав послушника, спросил его, кавычки открыты, «зачем ты оскорбил эту вдову и не дал ей ничего?», кавычки закрыты. Он отвечал, «я дал ей много, но она бесстыдно просит большего». Вдова же отрицала то и настойчиво утверждала, что не получала от него ничего. Послушник воскликнул с гневом, кавычки открыты, «уходи, ты умрешь, потому что лжешь!», кавычки открыты. Тогда святой сказал ему, «не будет так, вдова это говорит правду, а ты крадешь и лжешь, она будет жива, а ты умрешь». Тотчас же послушник заболел горячкою и умер. Кавычки открыты. Кавычки открыты. Церковный сторож соборной церкви по имени Максим, обходя в одну ночь по долгу службы своей вокруг церкви, нашел ее отпертой и увидал, что в ней горят свечи и поют священники. Он очень испугался и побежал сказать о том ключарю и Ирею Иакову. Тот поспешно отправился, но нашел церковь запертую, как и была, но изнутри был виден свет. Он отпер двери, вошел в храм и не нашел там никого, но свечи горели. Он устрашился и услыхал голос из алтаря, говорящий, кавычки открыты, «Иаков, пойди, скажи рабу моему, митрополиту Ионе, что так как он просит у меня ради своего душевного спасения, болезни телесной, я услышал его просьбу, пошлю ему на ногу язву, от которой он умрет, пусть ввиду скорого представления немедлит окончить дела, возлагаемые обязанностью архипасторя». Кавычки закрыты. Услыхав тот голос, Иаков исполнился страха и ужаса, не удумевал и никому не рассказал свое видение, даже самому святителю Ионе. Утром на рассвете дня святой Иона, призвав к себе Иакова, спросил его, «Где ты был ночью, Иаков? Что ты видел и слышал? Почему ты не возвестил мне того, что было тебе открыто обо мне?» Иаков устрашился, упал к ногам святителя и сказал, «Владыка, прости меня, я не смел сказать тебе об этом, но я вижу, что тебе открыл об этом святой дух». Святитель сказал, «Бог да простит тебе, сын мой, но скажу тебе, что Бог отнимет у тебя супругу твою. Пойди же, позаботься поскорее о душе ее, чтобы скончаться ей в покаянии». Кавычки закрыты. Лев Катанский. Память 20 февраля. Кавычки открыты. Во дни его в Катане был некий волк по имени Илиадор. Он был сыном верующих во Христа и благочестивых родителей, и сам был просвещен святым крещением, но потом тайно отвергся от Христа и стал служить бесам, научившись от одного иудеянина волхованию. Таким образом, он считался христианином, но на самом же деле был язычником, служителем бесовским и великим волхвом. Нисколько не лучше того древнего волхва Симона, которого своею молитву предали смерти святые верховные апостолы Петр и Павел. Во всем был подобен ему и Илиадор. Илиадор, совершая удивительные волшебные чудеса, он через свое внушение достигал того, что людям казалось, будто по сухой земле на путях и стогнах текут реки, так что граждане обоего пола, обнажившись среди города, переходили, как им казалось, реку. Камни он брощал в золото, но лишь на малое время, на торжащих волхованиями своими, он причинял купцам большие убытки. Благородных девиц, дочерей честных и сыновитых граждан он своим волшебством так возбуждал к плотскому греху, что они, забыв стыд, оставляли свои кровы и родителей, и ради любодеяния бегали по различным местам. Когда же Егемон Луций сделал донесение о нем царям Льву и его сыну Константину Багрянародному, то цари послали повеление взять его, но Илеодор сам отдался в руки людей, искавших его. Он сел с ними на корабль в Катане и в тот же день пристал к Царьграду, проплыв в один час такое расстояние, об котором имеют понятие только люди, переплывающие с запада от Сицилии до восток, до Фракии. Ябившись пред царями, он был осужден ими на смерть, но тотчас же на царских глазах стал невидим и опять появился в Катане. Будучи вторично признан в Царьград и осужден на усечении мечом, Волхов снова стал невидим, в то самое время, когда воин, подняв меч над его головой, сильно взмахнул им так, что меч ударил только по воздуху, и опять этот чародей очутился в Катане. Часто убеждал его святитель Христов Лев отстать от таких злых дел и, раскаившись, обратиться к Богу. Но нельзя было уговорить Элеодора, как нельзя сделать белым эфиопа и твердый камень обратить в мягкий воск. Нечистивец не только не исправился, но задумал еще большее зло. Он простер свое волхование на самого архиерея Божия, желая своим волхованием насмеяться над ним. Однажды, в торжественный день одного праздника, святитель в присутствии всего народа совершал со всем своим пречетом в церкви божественную службу. В храм вошел и волхв Илеодор, как лицемерный христианин, и начал тайно совершать свои волхования. Через них он достиг того, что одни из народа стали топотать в церкви, словно лошади, ногами и рычать подобно зверям. Другие стали неудержимо хохотать, а иные стали гневаться. Волхв же хвалился, что сделает еще то, что и сам епископ со всеми своими пресвятерами и клириками, прекратив служение, будет тут же скакать и плясать, как будто под звуки музыки и органов. Святитель Божий, уразумев помышление Илеодора, преклонил колени пред престолом Божиим и, усердно помолившись, встал, вышел из алтаря и, взяв своим амафором за шею волшебника, связал его и, выведя его затем из церкви на средину города, повелел народу, чтобы тотчас же принесли побольше дров и развели бы сильный огонь. Когда его приказание было исполнено, святой расспросил Илеодор о всех его волхованиях и чародеяниях, а после того, держа его связанным своим амафором, вошел с ним в огонь и, находясь среди пламени, держал его и не покидал своего места до тех пор, пока нечестивый волхов весь не сгорел. После этого архиерей Божий Лев, возвратившись в церковь, докончил божественную службу. Это преславное чудо всех привело в ужас, ибо, держа в пламени волхова, сам святитель не только не опалился в огне, но даже огонь не коснулся его святительских облачений. Роса Духа Святаго окружила его в пламени и защищала от опаления. Слух об этом прошел по всем концам земли. Цари, узнав о таком чуде, призвали святого с великой честью к себе в Царьград и, припав к его честным ногам, умоляли его помолиться за них. Продолжение следует...